Девушки отдыхают 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 Но я думаю, наоборот, должен быть хладнокровным и не думать о злости. Я по себе знаю, если я начну злиться, я вообще не буду контролировать ситуацию и я могу просто проиграть бой. Шамиль, ты грозный соперник, но ты никогда еще не встречался с бойцами из Бразилии, всю силу которых тебе предстоит узнать в этом бою. Ладно, посмотрим. Забыв о знаменитой русской поговорке, рискуя своим глазом, помянул старое Эдуардо Пашу. Но, пожалуй, имеет он право на то, чтобы надеяться реваншировать своего наставника перед российской школой единоборств. Добро пожаловать, боец, из Бразилии! У Пашу 15 побед, 6 поражений, 1 ничья, 9 побед нокаутом, 4 с обмышленными, 2 победы решениями, 2 поражения нокаутом, 3 сдачей, 1 решением. Сегодня знаменитый бразильский борец Эдуардо Пашу отправляется в Россию на чемпионат по смешанным единоборствам «Пайт Найтс». Буквально весь Рио-де-Жанейро вышел на улицы, чтобы поддержать своего соотечественника. Мы желаем удачи Эдуарду в России. Надеюсь, он хорошо изучил технику соперника и сумеет его поразить. А сейчас мы поразим весь Дагестан. За тебя, Колыма, дам, душу я лову продам, пусть бушует все-все кровь, мне нужна твоя любовь. Своё набудствие спортсмену направили именитые бразильцы. Эдуарду, хочу пожелать тебе удачи. Меня называют королём футбола. Я желаю, чтобы тебя после этого боя называли королём смешанных единоборств. Ну или, по крайней мере, львом Бразилии. Эдуарду, был соперник из Бразилии. Да, конечно. Вы очень хорошо знаете Бразилии. Там вообще сейчас много наших. Поэтому, если ты проиграешь этот бой, лучше выражать. Интересно, сопротивление на футбол интегрировали в единоборство. Причём, объективно, действительно классный клуб. Анджей, Дагестан, Махачкала. В Бразилии, как и в России, самые красивые девушки. И мы тоже очень любим сильных парней. От этого боя Эдуарду, зависит каким парням, бразильские девушки отдадут предпочтение, бразильским или дагестантским. Поэтому, Шаниль, удачи! Проводы Эдуарду. Почему ты не спишь, Гильерло? Эдуарду едет в Москву. Посмотреть Красную площадь? Нет, он будет драться. И кто его соперник? Шамиль Завуров. Не может быть. Тот самый Гильер Дагестана. Но он сильный. Конечно, он сильный. Но только ты не знаешь, что такое боец смешанного стиля из Кироваула. Хватит меня пугать этими дагестантскими бойцами. Но ты понимаешь, что он в совершенстве владеет самбо. А мы, бразильцы, славимся своим самбо. Ты права, Роза. Только у нас в Бразилии это танец. А в Махачкаре это боевое искусство. Как здорово вы предвкусили соперничество самбо против самбо. Я думаю, что Дэна Уайс сейчас горько утирает свои слезы. И это, пожалуй, претендент на звание лучшего расширенного промо-ролика года. Из этого дагестанца я тебе лично врежу. Вперед! С тобой вся Бразилия! И, наконец, похода на Евроньюз. Сегодня везде тепло, но особенно жарко в Москве на чемпионате Five Nights. С вами в эфире был Евроньюз. Удачи, Эдуард. Какой креатив. Ну и из Москвы продолжает эфир Глеб Борецкий, Максим Уоронов. Совсем скоро Шамиль Завуров встретится с Эдуардом Пашу из Бразилии. И подда, уже привычную музыку и исполнение группы Сальвадор выходит в Бразилийский спортсмен. К рингу. Да, вы знаете, Глеб, вот эта площадка, центральный концертный зал «Россия», конечно, как ни на что, мне кажется, по формату Five Nights подходит максимально. И, насколько я знаю мнение того же Сергея Шановича и всех соп-продюсеров промоутерской команды Five Nights, они, конечно же, максимально лестно отзываются об этой площадке. Говорят о том, что, наверное, лучшее, что было до этого сделано. Вот со стороны продукта, которую дает команда Five Nights. Второй боец из России приветствует по прозвищу «Рехтанистана» Шамиль Завуров. Шамиль Завуров, 28 лет, 172 сантиметра его рост, 20 побед, 2 поражения, 1 ничья, 7 побед нокаутом, 5 с обниженными, 8 решений. Одно поражение с обниженными, одно решением. Тренируется и сам тренирует в клубе чемпион из города Дербент. Говорит, что ревностно отслеживает весь мировой опыт ММА в этом клубе и старается развивать как можно сильнее свою команду. И вот красивый наш шик сейчас выходит Завуров. Да, Шамиль Завуров, конечно, по-настоящему. Я с ним имею такую радость быть знакомым. И очень большим уважением отношусь к этому человеку, к этому спортсмену, правильно воспитанный сын Дагестана, Лев Дагестана. И по-настоящему классный спортсмен и очень умный и грамотный тренер. Продок из Булаев выходит за Завурова. Да, естественно, с ним он, потому что это спортсмен, который ученик, можно сказать, отчасти ученик. Это второй тренер Шамиль Завуров является, родов из Булаева, и который вложил в него немало своих знаний. Они также родственники друг с другом, по-моему, верные братья. Так, в то время они на боях М1 приходилось выходить против друг друга. И тогда в дружественном поединке одержал победу Шамиль Завуров. Удушение. Не хотели они в тот момент, конечно, затраться против друг друга, но просто уже регламент был таков, что нужно было выходить. Так, Шамиль Завуров. Теперь весовой категории до 70 килограммов. Да, очень тяжело ему давалась сгонка веса к этому поединку. Но Юху Пеку Вайни Каннина он сумел победить в новой весовой категории, поэтому есть и основания предполагать, что хватит ему проборности и сегодня. Его официальная веса 69.4 килограмма. Чемпион Бразилии по малетуду. Представляющий команду Нагера Тим. Из Рио-де-Жанейро. Леди и джанейро. Представляющий команду Рио-де-Жанейро, Бразилия. Команда Нагера как раз. И его замерли красного лунинга. Ему 28 лет. Рост 170-30 метров вес 70 с половиной килограммов. Трехгранатный чемпион мира по боевому Санта. Действующий чемпион Евразии по версии Фанг Найт. И двукратный чемпион СНГ по рукопашному бою. Дамы и господа, представляющие бойцовский клуб чемпион Терпен Республика Дагестана, Россия. Приветствуйте Шабиев Дагестана. До фура. Первый бой Валентин Тарасов дает заключительный инструктор. Ису Бинамото на наших экранах, если я ничего не путаю. Человек, которому 20 июня предстоит сразиться с Завуровым, как мы уже знаем. Да, уже такой превью, по сути, будущего поединка, существует здесь, на арене Сказа России. Уже об этом боя говорят. Уже идет такая шумиха. В преддверии даже вот этого поединка, я до начала сегодняшнего проекта уже слышал от нескольких специалистов, уже несколько комментариев по поводу будущего боя в июне месяца. Шамиль Завурова. Будем ждать, конечно, этого зрелища, по-стоящему вкусного. Шамиль Завуров работает в традиционной для себя чуть-чуть скрюченной стойке. Которая позволяет ему быстро переводить, в случае чего, соперника в портер и работать ударно и ногами, и руками. И вот начинает он с лоу-кика по внутренней поверхности бедра Пашу. И жесточайший лоу-кик уже по задней поверхности бедра. Классно выполнен лоу-кик, правильно подобрана дистанция со стороны Шамиля. Здорово. Еще один. Еще один. Еще штучки две таких и, может быть, уже пошел и хромает. В общем, читалось это действие, очень правильно подводит удар Шамиль. Это, опять же, антропедические данные. Шамиль намного ниже. Но что в последнее время Завурову, на самом деле, уже и не привыкать состязаться с соперником, который выше его на две головы. За счет левой руки подводит сейчас под удар справа, но не нанес этот удар. Это он читал. Шу с ужасом в глазах защищался. Попытался реваншироваться он ударом передней ногой. Область головы Завурова, но не прошло. Сейчас чуть длины руки не хватило Шамиля для того, чтобы достать. Вот правый лонкик третий в первом раунде и все три точно. Причем он бьет не по боковой, а по задней поверхности бедра, которая часто очень уязвима как раз для таких ударов. Любая поверхность бедра, конечно, она страдает. И внутренняя, и наружная, и задняя, и передняя. Все, по большому счету, это действительно не зря говорит удар смерти. Японцы называют этот удар. И очень качественно нанесенный подобный удар может принести серьезные проблемы для здоровья. Урон, как минимум, будет очень внушительный. Здесь чуть от уклона, нырка короткого попытался Шамиль встретить. Ну не очень он там удачно стоял, ему тяжело было перенести вес тела, судя по всему. И поэтому он просто сработал одними руками, не так акцентированно, как хотелось бы. Вернул ему сейчас один удар точный Пашу правым лоу-киком. Шамиль сейчас видит, чувствует. Укороченный такой бэкфист, обреченный заранее на провал. Дал попробовать, да, что-то исполнить Дорду Пашу. Посмотреть на него, что он делает в атаке. Очень умный боец Шамиль Завуров. Сверхопытный, как мы знаем. И вот эта помноженная синергия опыта с интеллектом бойцовским дает очень серьезный результат. Приклад и падает Пашу. Сможет ли развить Завуров сейчас успех? Не очень ему легко будет преодолеть эту экшланированную оборону из ног Пашу. Но получилось, хотя не совсем вот рисковал сейчас бразильец вылететь прямо к нам на комбинаторскую позицию. Он здорово здесь держался. Отлично работает Завуров. Попробуемся снизу и прямыми ударами. Ищет, ищет. Смог снизу, здорово. И по-моему, ощутимо Пашу стружит, пробивает только за разом правый боковой. Еще один спасатель, по-моему, еще раз. И переводит вновь в маку голову Завуров. Меняет отражение, тоже снизу, здорово. Почти две минуты не должен сейчас заканчивать этот поединок. Смотрите, нет, Пашу очень здорово сейчас с коленой точно упало по-моему. И здесь забивание. Пашу, и все готово. Великолепная победа. Память Завуров. Очень красиво. Очень красиво. Классные удары. Все видел Шамиль Завуров. И с колена добивание. Это говорит о чем. С высочайшим мастерством Шамиля Завурова. Бьет по позиции, бьет именно точно в цель. Тогда, когда нужно. И в нужный момент, в нужное время. П genа. Я наглазуandro бойцов. Пригласусь в революциях. Нет проблемей Панка Европейский. Професс Олег Кузьмин. И депутат Кузьмин. Мы алимпийский призер по чудову Дмитрия Иоса! Да, ну Шамиль, конечно, красавец. В очередной раз... Он отработал этот поединок, действительно. Не отпустил соперника, что очень важно. Да, в очередной раз показал свой уровень мастерства. А он у него по-настоящему высочайший. А у Пашу уже в середине раунда было такое лицо, как у маленького ребенка, который готовится заплакать. Здесь колено, конечно, вовремя настолько. Хотя, опять же, как мы все знаем, вот эти романтические возможности позволяют коленам эффективно работать для высоких бойцов. Потому что Шамиль уж точно ростом каким-то высочайшим не отличается. И все равно он настолько умный боец. Вовремя, вовремя, в нужный момент. Красавец, Шамиль, он большой молодец. Нас видит тоже с Глебом сейчас. Нам тоже респект передал. Очень умеренная победа. Такая безукоризненная и бесспорная. Ну что важно без Агуру, судя по всему, ну, учитывая в ведущую карьеру и вообще манеру поведения, едва ли он, по-моему, слабену, после этого умеренная победа, наоборот, будет работать еще сильнее. Согласен полностью. Он только прибавляет. Это говорит только о профессионализме высочайшем этого спортсмена, настоящему из города Гербенск. Кстати, напомню, клуб-чемпион. Клуб, созданный вокруг Шамиля Завурова, его имени, его возможности и мастерства. Из Бразилии. Эруарду Пашу. Эруарду. Вот чек. И специальный сертификат. Специальный сертификат от Банка Югалейский Экспресс на сумму 150 тысяч рублей. Победите мое Шамилу. Ау! Дамы и господа, я приглашаю... Я приглашаю Шамилу, уходите, пожалуйста. Я приглашаю в ринг будущего солерника Шамиля, неприятливого бойца, Ясуми Ядамоков, здесь сегодня, в саде. Ясуми, please welcome to the ring. Ясуми, как ваши кондиции, и что вы думаете о будущем борьбе? Мои кондиции очень хороши. И я очень люблю этот борьб. Он сделал очень хорошую работу. Очень хорошая палочка. И я надеюсь, что это будет очень хорошая. Матч. Да, действительно. Все, конечно, поняли, что кондиции у Ясуми Янамото прекрасные. И он просто сгорает... И вашему вниманию стердаун между Ясуми Янамото и Шамилем Зауровым, а анонсирующий их летний поединок. Шамил, ты тебе снова. Он уже успел оценить Янамото хорошую классную ударную технику. На самом деле, когда у нас было противостояние, да, один-один, ни разу не было, что я на него готовился больше недели. Поэтому на этот раз у меня есть такая возможность подготовиться на него целых два месяца. Ну, я постараюсь, на самом деле, сделать все возможное. И закончить этот бой так же красиво, как сегодня. Здорово. Хорошие уверенные слова. Хорошего, по-настоящему классного профессионала. То, что они меня готовили к этому бою. И президента нашего клуба, Азиза Яролиева. Также Европейский банк, Европейский экспресс. Спасибо.